Москва самый крупный город в нашей стране, столица нашей страны. Многих город впечатляет, заряжает своей энергетикой, мотивирует. Многие, приезжая сюда, гуляя по исторической части города, внутри Садового кольца, хотят остаться здесь жить. А многих город злит, особенно тех, кто проживает в регионах. Потому что вот в Москве здесь сборище этих чиновников. Они нахапали себе все, у них есть деньги, а регионы не развиваются. Потому что Москва-то развивается за счет регионов. Но нужно не забывать один важный факт. Что люди, живущие в нашей стране и странах СНГ, рассматривают Москву как город для поиска новой жизни. И переезжают сюда для того, чтобы найти здесь новую работу, новое жилье, новый круг общения, новую жизнь. А в этом сюжете мы с вами познакомимся с человеком и узнаем одну невыдуманную жизненную историю. На сегодняшний день ему 27 лет. В 19 лет он покидает свой родной город и приезжает в Москву на заработки. А после этого уезжает в Америку. За поиском по-настоящему лучшей жизни. За поиском американской мечты. Прожив там 6 лет, друзья, я не буду забегать наперед. Этот сюжет будет действительно интересный и насыщенный событиями. Присаживайтесь поудобнее, по порядку мы послушаем интересный жизненный опыт. Приятного вам просмотра. Всем привет. Меня зовут Богдан. На данный момент мне 27 лет. Первый раз приехал в Москву, когда мне было 19 лет. И я родом из Украины, из города Запорожье. Цель была следующая. Для молодого парня накопить на мечту. На тот момент это была машина. Такая банальная пацанская мечта. И я поехал на стройку зарабатывать свои первые деньги. Все банально знают, что в Москве больше денег. И так как мы все из постсоветских стран, все прекрасно понимают, где можно заработать побольше. Это Москва. И тут еще был мой дядя. И я приехал к нему на фирму и решил поработать у него чернорабочим. Приехал я в Москву изначально. Потом мы поехали в МО, Московскую область. Район Истры, поселок Ламишино. И мы строили дачу человеку. Такому приятному еврею строили ему дачу. Помню свою первую задачу, которую мне поставили. Мне нужно было класть декоративную плитку. Я ничего об этом не знал вообще. И один таджик мне сказал, не переживай, сейчас все тебе покажу. Он мне объяснил. И я вот буквально под конец рабочего дня уже отлично клал эту декоративную плитку. Там на самом деле очень все просто. Очень просто. Когда я ехал в поезде, были дикие переживания. Не знаешь куда, что, с кем, как. Так же ты понимаешь, что будешь работать с людьми, которые другой веры, другой культуры. Они старше. То есть нужно уважать старших. И отношения были на самом деле очень хорошие. Но у одного таджика, хоть им вера запрещает, но он любил злоупотреблять алкоголем и приходил в невменяемом состоянии в конце рабочего дня. И было даже, доходило до того, что брался за ножи и прям стоял над кроватью с ножом. И он кидался и на своего соотечественника, и на меня. Иногда мы могли его утихомирить как бы словами, иногда приходилось применять силу. Это просто был синий угар, то есть белочка, я даже не знаю. Потом, когда его успокаивали, неважно каким методом, когда он засыпал, я просто уходил и прятал все ножи. То есть дошло уже до того, что я прятал все колющие и режущие предметы, ну, чтобы просто банально можно было нормально поспать. Так вообще, он нормальный. Он на следующее утро извинялся, но это повторялось снова и снова. Работал я в 2014 году. На тот момент курс составлял 30 рублей 1 доллар. И я получал ровно 1000 долларов, то есть 30 тысяч рублей. Проработал я 3,5 месяца. Да, я приехал сюда 1 мая. Вот гулял как раз вот именно вот здесь, на этом месте, на Красной площади 1 мая. И уехал, получается, в сентябре тоже где-то 3-4. Когда приехал в Москву и гулял по Красной площади, какие были первые ощущения, эмоции? Это кардинально разные города. Вот, например, я обожаю Киев и провел там очень много времени. И Москва мне показалась очень холодной. Именно вот сама атмосфера в городе показалась очень холодной. Но сейчас, вот спустя вот время, Москва очень сильно изменилась. Очень сильно. И она нам преобразилась, действительно. Вот даже здесь не было вот там вот внизу плиточки. Было более грязно здесь. Сейчас здесь очень круто, очень кайфово. Таким образом, ты отработал 3 месяца, вернулся домой с 3 тысячами долларов. Ну и что ты купил? Какая машина была? Мечта же машина? Мечта была машина на 3 тысячи долларов. Это можно было приобрести какой-то советский автомобиль. Там, Ладу какую-нибудь, там, года 2002-го, 2003-го. Но я так даже не смотрел потом машины. Я приехал, очень сильно все поменялось в жизни, в плане, в голове даже. Не в жизни, а в голове. То есть я понял, что так работать я не хочу. Один из таджиков мне даже сказал, что ни в коем случае не живи такой жизнью, которой живем мы. То есть не приезжай сюда в Москву на лето работать на стройке. Ну вот я прям запомнил его слова. При этом ты же еще учился. Все верно. Где ты учился? Я учился в Запорожском национальном университете на факультете политологии. То есть я должен был быть будущим политтехнологом. Так и не закончил, потому что с третьего курса я улетел в Штаты. Таким образом, ты понял, что тратить деньги на автомобиль в этом нет никакого смысла. И решил деньги потратить на себя. Своё развитие, своё образование. Что это было? Я решил поехать в Америку. По work and travel. Банально с целью приумножить. То есть сделать хотя бы x2. То есть не 3000 долларов, а 6. Приехать в Украину и там дальше уже по месту разбираться. А как вообще пришла мысль, вот этот work and travel. Ты вернулся, кто-то у тебя из друзей этим занимался. Уезжал, приезжал или как? Я слышал очень много про эту программу. Не смотрел никаких роликов на ютубе, ничего. То есть идея пришла, понял, что надо реализовывать. Загуглил, нашёл контору прямо рядом возле моего университета. Артём, привет. И он мне очень сильно помог. Это хозяин той фирмы на тот момент. И он меня отправил в Америку. Это программа, когда ты отправляешься в Штаты на определённый период? Сколько это времени? Это 3 месяца лета. 3 месяца. Ты учишься и работаешь там? Нет. Ты только там работаешь и путешествуешь. То есть всё заложено в названии. Work – работать, travel – путешествовать. И сколько это вообще стоило, чтобы туда полететь? Так, это стоило, если я не ошибаюсь, 2700 долларов. Офигеть. Это не хило. Это как раз те самые деньги, которые ты привёз, ты их отдал туда. Всё верно. Сколько занял процесс оформления документов? Процесс оформления документов был достаточно быстрый, непроблематичный. Всё делает фирма. Банально нужно было только платить и приходить там спрашивать, на каком этапе мы сейчас. То есть сначала ты заполняешь документы, тебя одавливают, записываешь мини-интервью на камеру на английском языке, как можешь. И потом тебе присылают job offer, job offer – это приглашение на работу. Ты подписываешь его, и всё, покупаешь билеты, и потом только идёшь в посольство. С первого дня обращения в эту контору на подачу документов, и в тот день, когда тебе говорят, всё, твои документы готовы, сколько прошло времени? Ну, это очень вялый процесс, поэтому это год почти. Год? Да, почти год. Офигеть. В сентябре я подал, и в мае я улетел. И спустя год ты ещё потом идёшь подаваться на визу, только после этого. А визу сколько подавали? Вот это вообще интересный такой вопрос. Я помню, как сейчас я пришёл в посольство. По букве закона я должен был сдать зимнюю сессию. Но я по своей натуре не люблю делать ту работу, которую можно избежать. И я думаю, ну, окей, попробую сдать без сессии на визу. Приехал, и вот тогда я познакомился с Америкой в том плане, что там, если написано вот так, значит, это вот так, и никак иначе. Она меня спросила пару вопросов, и сразу следующий вопрос, именно там, в посольстве был, а почему сессии нет? Я говорю, да я её ещё не сдал. Она говорит, ну, извини, тогда тебе отказано. И девочка, которая стояла сзади, за мной в очереди, и должна была идти в это окошко, когда услышала отказ, у неё затряслись руки, и она почти заплакала. Мне стало жалко эту девочку, я надеюсь, она улетела, и у неё всё хорошо. И в итоге ты потом пошёл сдавать сессию, в общем, ещё раз всё сделал, и потом ещё раз. То есть, да, я в ускоренном формате пошёл сдавать сессию, заколёбывал всех своих преподавателей, бегал за ними по пятам. Некоторых преподавателей я даже не знал в лицо, к сожалению, своему. Вот такой ты, да, студент был? Да, потому что я всё равно ещё работал. То есть, на тот момент я работал у своего друга, у которого была сеть своих магазинов одежды. Ты студент, тебе надо учиться. А ты как бы вроде бы студент, а при этом ты то на стройке поработал, то там поработал, то там. Почему так? Деньги хотел свои лично или просто в семье денег не было? Слушай, ну, слава богу, у меня семья хорошая была. Самая обычная среднестатистическая украинская семья. Так как я мужчина, отец мне всегда говорил, мужчина должен обеспечивать свою семью. И я прикладывал максимум усилий, и сейчас продолжаю это делать, чтобы обеспечить себя и свою семью. Таким образом, ты прождал около года получения документов. И сколько прошло ещё времени на получение визы? Получается, две недели, и я получил потом визу. Вот спустя первого раза. Твои родители, твои друзья, когда узнали, что ты получил документы, что всё, тебе остаётся только купить билет на самолёт, и ты уезжаешь в Америку. Что вообще по этому поводу все говорили? Сергей, это вот мой партнёр, у которого я работал, он огорчился, что я уезжаю. Он вообще не любит Америку, всё, что с ней связано. И он даже больше обрадовался, когда я получил первый отказ. Но это не из-за того, что он не хотел мне хорошего. Нет, он, конечно, хотел мне хорошего, но он просто не хотел, чтобы я уезжал. А родители, конечно, они меня всегда поддерживали. Ты прилетаешь в Америку. В какой аэропорт? Вот. Это была Атланта. И из Атланта у меня был рейс до Денвера. А мы с вами переносимся в Московскую область, в наш загородный дом, где я хочу перед вами похвастаться техникой, аккумуляторной техникой, которую мне недавно доставили от компании WORX. Сегодня на рынке огромное количество различной техники и аксессуаров для дома. Но все мы с вами ищем наиболее оптимальное соотношение цена-качество. И вот именно техника WORX это то, что может вам подойти. Вот, казалось бы, простой шуруповёрт. Перечислять его в технические возможности нет никакого смысла. Вы можете зайти на официальный сайт, ссылочку на которую я оставлю, там всё почитать. Но в чём его изюминка? А изюминка его кроется вот в этом съёмном аккумуляторе PowerShare. Почему? Смотрите чудеса. Голливудский монтаж и у нас уже электропила от компании WORX. И вот что интересно. Снимаем аккумулятор и мы видим, что аккумулятор подходит к одной технике. И это очень круто, потому что зачастую аккумулятор это примерно бывает аж 30% от стоимости какого-то товара. Вы можете купить товар, но не покупать изначально к нему в комплекте аккумуляторы. И на этом существенно сэкономить. Это действительно продвинутые аккумуляторы, которые сами себя особо не разряжают. Так, например, если я сейчас попользуюсь техникой, там сожгу, допустим, 30% и здесь будет 70% заряда, положу. Через неделю приеду, здесь примерно столько же останется. Не получится так, что он сел сам с собой в ноль. Плюс той же самой электропилы от бензопилы. То, что нет никаких сервисных обслуживаний регулярных, как это бывает у техники с бензомоторами. Также есть отдельный прикольный аксессуар, с помощью которого вы можете заряжать аккумуляторы в автомобиле от прикуривателя. Вы скажете, это будет заряжаться долго. Вот у меня в машине есть полноценная зарядка на 220. Пожалуйста. Вот такой адаптер, через который можно заряжать сразу два аккумулятора и заряжать от сети 220. И снова голливудский монтаж. Но вы посмотрите, это для собственника, для хозяйственника. Просто сокровище сейчас на столе. И вы скажете, ну что, все что ли? Показать больше нечего? Опа. Адаптер, друзья, вы посмотрите. Вот аккумулятор, вот адаптер. Ставишь его сюда и после этого вы можете заряжать, например, ваш мобильный телефон, планшет, фонарик. В быту может фонарик пригодиться? Да просто необходим. В вечернее время, вот так мало ли что, выйти на заднем дворе. Тоже все на аккумуляторах. В машине стало грязно. Что нужно сделать? Опачки! Пылесосить машину, друзья. Даже есть пылесос. В общем, техника WORX дарит вам по-настоящему позитив. Качество по доступной цене. Переходите по ссылочке в описании, выбирайте товар, который нужен. Вам читайте подробно все характеристики, описания, заказывайте. Промокод на дополнительную скидочку ждет вас в описании. Ну а я в эту 35-градусную жару пойду трудиться на солнышке в удовольствие с техникой WORX. Ты прилетаешь в Денвер, в мае тебе 20 лет, вот ты выходишь из аэропорта, вот твои первые ощущения, ты в Америке, что ты почувствовал? Знаешь, я тебе больше скажу, меня удивило вот именно в Атланте, что когда я бежал, потому что я опаздывал на свой рейс в Денвер, я бежал, и я толкал людей плечами, ну неосознанно, случайно, и они передо мной извинялись. Вот это я тогда понял, что я в другой культуре, действительно. И когда я обратился к полицейскому, который там, видимо, патрулирует этот аэропорт с помощью, чтобы провести меня туда, где мой самолет, он сделал максимум просто, что от него зависело, чтобы я успел на этот рейс. То есть ты уже почувствовал, что что-то тут не так, как дома. Да, да, дедушки ходят такие с улыбочками, бабушки, там у всех айфоны, на то время это была как бы редкость, там в Украине, даже здесь, у всех просто поголовно, знаешь. То есть почувствовал сразу разницу? Да. Ты приезжаешь в Денвер, сколько у тебя в кармане было денег? 300 долларов. Те самые 300 долларов? 300 долларов. То бишь больше ты собой ничего там не подкопил? У меня не было возможности, к сожалению. Купил билет на 100 долларов, то есть на огромную сумму для меня, как мне тогда показалось, до Эстиспарка. Это вот, собственно, то место, где я должен был работать по джобоферу, то есть по моему рабочему соглашению, контракту. То есть ты уже прилетел, и в силу того, что это программа, ты уже знал, где ты будешь работать. Все верно. А что это была за работа? Это был Макдональдс. Макдональдс. То бишь ты с Украины улетаешь в Америку, чтобы поработать в Макдональдсе. Да, но как только я получил social security номер, это, собственно, как здесь это, идентификационный номер. Также, конечно, разрешение на работу по J1 Уизе. И как только я это получил, спустя 2 недели я уволился из Макдональдса. Нам говорили, ребята, этого нельзя делать, вас депортируют, так как у вас был контракт с Макдональдсом. Но тогда я понял, что кто не хочет, ищет отмазки, кто хочет, тот просто идет и делает. И мы нашли новый джоб-офер, составили его с юристами, со всем, закрепили, отослали в ту контору, через которую я ехал. Они ее одобрили, и я начал работать в отеле, в котором снимали тупой и еще тупее. Это Estes Park, отель назывался Stanley Hotel. Если интересно, там даже снимался фильм «Сияние». Ужасно. Это все классно, но интересно здесь другое. У тебя осталось 200 долларов. Все верно. Но тут ты говоришь то, что мы оформили другой оффер с юристами. Юристы в Америке, насколько даже я знаю, денег берут нехило. Естественно. Откуда деньги, откуда связи, откуда знакомства? Как это? Смотри, мы обратились. Мы это кто? Я и мой друг Сергей. Так. С которым мы там познакомились. Он был моим сожителем. Тоже приятный очень парень. Очень много вместе с ним прошли. Я благодарен ему, что где-то он меня толкал, где-то я его. И вот мы приехали в этот Stanley. И HR-менеджер сказала, ребята, мы работаем со студентами постоянно, знаем, что делать. Мы просто с вас каждый месяц будем списывать там 200 долларов. То есть на протяжении 3 месяцев это выходит у нас 600 долларов. И за 600 долларов мы вам переделаем джоп-оффер. Идет? Идет. То есть вот таким образом мы... То есть все быстренько порешали. Хорошо. В рассрочку. Получаешь новый джоп-оффер. И что дальше происходит? Работали на 4 работах там. С 8 утра до 12 ночи. Это когда повезет. А то и до 2 утра. И что это были за работы? Смотри, это был бармен. Потом это был уборщик. Два. Газоны, кассити, все остальное. Это лендскейпинг называется. Три. И также это естественный официант. Четыре. Сколько денег платят? Смотри, за 2 недели я тогда заработал 1600 долларов. Мне показалось, что я просто безумно богат. Знаешь, 1600 долларов тогда показались какими-то невероятными деньгами. Оплата происходила каждые 2 недели. Но при этом ты работал 7 дней в неделю? Да, без выходных. 7 дней в неделю с 8 утра и вот до полуночи, можно сказать. И при этом, когда ты получил свои деньги, ты посчитал, что ты счастливый человек. Да. Я правильно понял? Да, тогда. А платить за квартиру, за жилье? Вот это вообще вишенка на торте. Стэн Ли предоставил нам общежитие, в котором живут все рабочие этого отеля. И мы платили за него вообще копейки, 200 долларов. В месяц? Да, но до этого же я не рассказывал. Я жил на окраине города, а это горная местность. И мы в 4 утра вставали в этот Макдональдс, одевали шапки, перчатки и крутили педали на велосипеде по горам, чтобы добраться до Макдональдса. Поэтому мы были просто безгранично счастливы, что мы просто переходим через дорогу, и мы уже на рабочем месте. Еще и платим дешевле. Ну это супер, конечно. С учетом того, что ты приехал молодым поработать, вроде как все здорово. И таким образом получается, что в месяц ты вот в 30 дней получал сколько? 3200, правильно я считаю? Да, все верно. И 200 долларов уходило у тебя туда, и 3000 оставалось. Да. Что делал на 3000? Ну, конечно, это же Америка. Надо же поехать, посмотреть, что там у них по кроссовочкам, по футболочкам. Поехал, посмотрел. Просто был шокирован, вот даже банально, выбором воды. То есть у нас газированная, негазированная такая-то, такая-то. Там просто гитарейт стоит вот так вот. Каких, каких хочешь цветов просто. И я ходил, у меня глаза разбегались. Когда я приехал в Nike Factory Store, чтобы купить себе кроссовки, я тогда потратил, помню, что-то 600 долларов. И все. И это больше я там себе кроссовок не покупал с тех пор, когда у меня уже появился более-менее нормальный заработок, только тогда я уже начал тратить. Дорого это было? Это очень дорого, да. И я понял, что... Разогнался ты. Да, зарабатывая 1200 за 2 недели, сильно как бы и не разгонишься. Слушай, ну при этом как бы остается вопрос. Если ты говоришь то, что вы работали каждый день, а как это, 30 дней в месяц и постоянно на работе? Ну, был у нас буквально выходной на мой день рождения 21-го числа, на... А, 1st of July, это 4 июля, день независимости США. Вот, то есть 2-3 выходных точно было за месяц, но не больше. При этом ты общался там наверняка с такими же, как ты. То есть я имею в виду молодые ребята, которые тоже приехали с разных стран работать. Но еще в целом говорят, что довольны все тому, что нужно впахивать на 4-х работах, жить в общежитии за 200 долларов, на день рождения и на какой-то государственный праздник, когда все отдыхают, вы тоже отдыхаете. Это как круто. Смотри, во-первых, тебя никто не заставляет так делать. Это твое личное желание заработать как можно больше денег. Там были люди из богатых семей, которые особо не перетруждались. Просто кайфовали, находились в Америке, учили язык. У каждого свои цели были. У меня была цель заработать, поэтому я трудился. Расскажи тебе смешную историю. Чернокожий афроамериканец с Африки, он сидел со мной на кухне и просто плакал, плакал в прямом смысле этого слова, рыдая, что он больше так не может работать. И все говорят, что они стрессоустойчивые, такие прям атлетичные. Мне так не показалось. То есть мы трудились, у нас все хорошо, а он прям рыдал и чуть ли не просил маму забрать его, знаешь. И он потом уволился. Я не знаю, как его судьба сложилась, но такая история была. Классно. Говорит, расскажу тебе смешную историю. Я поржал. Ну, просто мне было это очень как-то необычно. Это длилось 3 месяца ровно по одной простой причине. Потому что моя J1 виза заканчивалась в сентябре. То есть мои официальные документы заканчиваются, и я должен покинуть страну. И тут начинается кульминационный вопрос. Самое интересное. Ты не поедешь домой, принял ты решение. Как такое произошло? Помню, как сейчас мы сидели с Сергеем, вот с этим моим товарищем, купили баночку пива. С пива все начинается. Да. И отметили то, что мы свой самолет пропустили. То есть не поехали домой. Решение было несложное, но слегка печальное. Так как все мои знакомые, друзья с разных стран, все летели домой, все были счастливы, увидят родных, а ты понимаешь, что ты на какой-то неограниченный период будешь в заточении в Штатах. Но я пошел на это. За эти три месяца сколько тебе удалось скопить? Шесть тысяч долларов, по-моему, я скопил. Да, шесть тысяч долларов. Потому что нас еще и кормили там. Ну, шесть тысяч долларов для Америки в целом это, как выясняется, не деньги, если тебе нужно платить самому за жилье, и не 200 долларов. Это вообще ни о чем. Ты пропустил самолет, ты начинаешь искать себе новую работу, новое место жительства. Что это была за работа, и куда ты поехал жить? Так, мы с Сергеем планировали устроиться на кабельное. И так получилось, что для кабельного нужны были права. Обязательно. Кабельное это что? Кабельное это надо было устанавливать интернет. Проводить интернет, подключать телевидение людям в частный сектор. Так как ты знаешь, в Америке только частный сектор. Поэтому мне нужны были права. Я сдал на права. Но так как я был еще несовершеннолетним на тот момент, права у меня были вот в таком формате. Обычно они должны быть вот в таком формате. Важный момент, несовершеннолетним 21-го тебе не было? Правильно, да, по американским меркам. Права, кстати, внимание, в Америке можно получить за 1 день. И с 16 лет? Да, за 1 день. Это было для меня просто шоком. И просто в Украине надо потратить 3 месяца. USPS, это почта, она потеряла мои права. То есть не только российская почта и Укрпочта плохо работают, там тоже государственная почта работает ужасно. Они потеряли мои права. Сергей говорит, я больше ждать не могу, меня там уже ждут в Чикаго. Ему надо было лететь в Чикаго, работать там. Так как нелегал, надо хвататься за любую работу. Потому что если берут нелегал, им надо идти. И я понимаю, что я в пролете. Потому что моих прав до сих пор нет. Я говорю, Сергей, конечно, езжай. Я приеду, как только получу. Он улетел. Я вечером проверил мейлбаксу и права балетан. То есть такое судьбоносное решение. Я туда не поехал. Я приеду туда позже, но об этом позже. Такая вот автология. Я устраиваюсь на работу официантом. Так как я нелегал, ко мне отношение ровно такое же. Уже никаких улыбок. По полной тебя муштруют. Если что-то не так, штраф, 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 штраф. И босс у нас был такой, знаешь, очень неоднозначный человек. Как-то вечером в конце смены я просто сидел за баром. Я ничего не делал. Просто сидел за баром, разговаривал с другой официанткой. Он увидел это по камерам. Наорал на меня, что я сижу за баром. В конце рабочего дня. Ну, я послал на три русские буквы. Естественно, меня уволили. А сколько ты работал там официантом? Месяц. Чуть меньше месяца. Получается так, что ты везде работал, какими-то рывками. Там две недели, потом там два с половиной месяца до окончания своего вот этого офера. Потом тут ты поработал. Сколько ты заработал за этот месяц с официантом? Я ушел в минус по одной простой причине. Я купил себе автомобиль. На тот момент это был Volkswagen Jetta. Я был просто безумно счастлив. В ужаснейшем состоянии. И у меня умерло сцепление. И обошлось мне это ремонт в 1600. То есть я вот потратил на него 5000, 1600. Еще занял. В общем, я в минусе жестком. Жить негде, опять же. То есть меня выгнали уже с того общежития. Я прихожу к парням, которые живут и так уже в одной комнатушке втроем. И они говорят, ну окей, будешь на полу на матрасе спать. То есть мы, я не знаю, там очень маленький периметр. И я вот в центре лежал на матрасе, там спал. И чтобы парням пройти в туалет, надо было через меня прям перешагнуть. И вот там я прожил целый месяц у них. Пока работал официантом? Да. Сколько ты заработал официантом? Сейчас уже боюсь ошибиться. Но что-то там в районе, может быть, двух, двух с половиной. Вопрос. Вот оно надо тебе было? Вот что у тебя было в голове? Что ты преследовал, когда ты жил посреди комнаты, там на полу спал? Не было мысли пойти купить билет, отправиться домой. Начать работать в Украине, там в Киеве, не знаю, вернуться в Москву, еще куда-то. Где тебя знают, где у тебя есть паспорт, где у тебя какие-то права есть. Начать работать так же на четырех работах, без выходных, с восьми до восьми утра, там, я не знаю, круглосуточно. Как ты работал условно там. Почему в Америке хотелось вкалывать, а вернуться домой и вкалывать дома не хотелось? Хороший вопрос. Ну, во-первых, не хотелось проиграть. То есть вернуться проигравшим. В этом статусе возвращаться я крайне не хотел, потому что, а, приехал с Америки, ничего не заработал, ушел в минусы, еще и потратил все свои накопления. Цель-то была какая? Х2 сделать как минимум. Я этого не сделал. Значит, надо добиться цели. Поставил цель, добиваюсь. Тебя увольняют с этого официента. Увольняют, да. Дальше я понимаю, что, ну, просто, просто жопа, если можно так сказать. Мы, парни работают на кухне. Другой работает официантом. Мне говорят, давай поговорю с хозяйкой ресторана, возможно, он тебя возьмет. Она говорит, ну, смотри, Богдан, сейчас вакансий как бы особо нет. Хочешь помощником официанта? Я такой, а, да. Я такой, и такие существуют? Она говорит, ну, да. И, то есть, в мою задачу входило протереть стол, забрать ошметки, выкинуть эти ошметки, все. И молчать, даже с гостями не говорить. То есть, я вообще invisible, то есть, невидимый человек. Делать нечего, надо хоть какие-то деньги отдавать долги, которые я там занял на ремонт своей машины. Говорю, да, хорошо, без проблем. Я начал работать. Я потом хотел перевестись на кухню. На кухню меня не брали без опыта. Проработал так я, наверное, месяца 3. Как раз зимние месяцы. Моя зарплата за 2 недели в этом месте была ни много, ни мало 300 долларов. Классно, ну, красава в Америке зато. За 2 недели. Я просто садился в машину, вот так брался за голову и думаю, капец. На тот момент мы переехали в другое место. И ребята сказали, мы знаем твою ситуацию, мы тебе поможем. То есть, будешь жить, когда появятся деньги, отдашь. Не появятся деньги, не отдашь, мы будем платить. Спасибо огромное ребятам. Вот что, что, но в Америке мне повезло с людьми. Очень сильно повезло с людьми. Даже по-хорошему в данной ситуации, если бы не эти ребята, ты где, в машине бы жил бы, правильно? Скорее всего, да. В своем замечательном автомобиле. Да, там, кстати, многие так и живут. Даже американцы. Могдан, чтобы нашу длинную историю сделать покороче, вот смотри, ты, короче, работал на самых низших работах. Поначалу, да. Это тебе еще, можно сказать, даже повезло, что ты был официантом, потому что там протирать, а не на стройке, на жаре красить дома. Просто офигевать там, да, от климата. Вопрос, сколько прошло лет, что ты получил какую-то другую работу? Более там, интересно. Через год я начал работать на кабельном. На кабельном я проработал 3 года. Этого хватало, чтобы просто жить. То есть покупать там себе вещи, там, еду. То есть самые базовые потребности удовлетворять. 3 года сколько оклад был? Оклад был в районе 4 тысяч долларов. То есть это средний класс Америки, который живет от пейчека, от зарплаты до пейчека, до зарплаты. То есть чтобы нам здесь и тем, кто помоложе, смотрит сейчас и говорит, о, 4 тысячи долларов умножить на курс сегодняшний 75, это 300 тысяч рублей? Да, но этого максимально недостаточно. То есть даже будешь брать кредиты, чтобы там концы с концами свести. Имея 4 тысячи долларов к этому моменту, так понимаю, ты уже кредиты свои, долги кому-то там брал, отдал. Все, да, вернул. Где ты жил? В Чикаго. Из Чикаго потом мы переехали по работе в Норс-Каролайну, Шарлотт. Из Шарлотта я переехал в Лос-Анджелес. Короче, тебя швыряло туда-сюда. Да. Вопрос в том, что жил где? Общага? Постел? Что это? Нет, это были квартиры. Мы всегда снимали там вдвоем, втроем. И это были достаточно такие хорошие квартиры. Ничего такого изысканного, но нормально. Аренда жилья сколько? Аренда жилья обходилась в среднем 1200. Но исключением была Калифорния. Максимально дорогой штат. Там мы платили один раз 5000 долларов за дом. Но нас было много. Мы жили в Семером, но он был трехэтажный. Это была полноценная коммуналка. Обязательно машина. Машина тоже в кредит. И обязательно надо брать кредит. Потому что не возьмешь кредит, не накопишь кредит-скор. Не накопишь кредит-скор, не возьмешь ни телефон, ни машину, ни жилье не снимешь. В итоге, короче, вот эти 3-4 тысячи долларов, там это жопа. Все разлетается, да. Все. Прямо вообще до единой копейки. И я понимаю, что нет, надо что-то менять. И вот тут начинается самое интересное. Пролетает 3 года. Тебя уже на родине отчислили с университета. Тебе 23 года. Супер. Жизнь развивается. Молодые годы проходят. Ты вкалываешь, вкалываешь, вкалываешь. Что происходит дальше? Ты находишь себе новую работу. Что самое главное, безрезультатно. То есть, нет, цель главная не достигнута до сих пор. Понимаю, что что-то надо менять. Вспоминаю, что я люблю водить. Очень сильно водить. И слышал где-то, что американские дальнобойщики хорошо зарабатывают. Я такой... Ну, надо, значит, пробовать. На обучение денег нет. Это достаточно, кстати, дорогостоящее удовольствие. Сколько? 2 тысячи долларов. Это для тебя было вау дурако. Это дороговато, да. Начинаю искать бесплатную школу. Нашел бесплатную школу, пошел там, отучился. Все хорошо, лучший в группе. Первым сдал экзамены. Начинаю работать, понимаю, что американская контора меня жестко кидает на деньги. То есть, я зарабатываю тысячу в неделю. Это очень мало. То есть, дальнобойщики столько не зарабатывают. А кидает в чем? Может быть, тебе сказали, ты будешь получать тысячу, а потом ты узнал, что платить должны 3. Ну, тебе же сказали, что ты будешь получать тысячу. Вот смотри, они говорили, да, примерно ориентировочно будешь 6 тысяч в месяц зарабатывать. А по итогу я понимаю, что это всего 4. То есть, как минимум, на 2 тысячи меня где-то швырнули. Я подписал с ними контракт, по условиям которого я должен отработать либо год, либо вернуть им 4 тысячи долларов за обучение. Естественно, я понимаю, что надо проработать год, потому что 4 тысячи возвращать я не хочу. Так случается, что меня оттуда увольняют. Я не знаю, стоит об этом рассказывать или нет. Это такая достаточно долгая история. Меня оттуда увольняют в общем. И говорят, ты нам должен 4 тысячи долларов. Я в шоке, максимально злой. Думаю, ну ладно, фиг с ним. А я работал там с партнером, то есть мы ездили вдвоем. И буквально через месяц мне звонит партнер и говорит, я уснул за рулем, сейчас я в инвалидном кресле и мне нужна операция. Охренеть. То есть, грубо говоря, бог спас реально меня от такой вот ситуации. Потому что я бы спал бы и неизвестно, чем бы это для меня закончилось. А уснул он, естественно, в силу того, чтобы перерабатывал. Да, да, перерабатывал. Хотя там тоже есть ограничения по часам, там все это контролируется, очень жестко мониторится, но все равно уснул. Понимаю, что все равно хочу этим заниматься. И еще я теперь попал еще на 4 тысячи долларов. Думаю, что делать, куда идти. Начинаю искать новую компанию, мне никто не хочет брать с бэкграундом. Когда тебя где-то увольняют и пишут в резюме что-то плохое, это очень плохо. И вот меня не хотят нигде брать. Я понимаю, окей, я тогда сам создам компанию. Как? Ох ты, так. Как? Кредитная система в Америке работает безукоризненно. То есть, даже не имея денег, ты можешь создать бизнес. Ты должен обратиться в банк, расписать им бизнес-план, оформить кредит. Окей. Расписал бизнес-план, они говорят, ты не самый умный здесь, не хотим тебе давать кредит. Можем дать тебе кредит. Можем дать тебе кредит на автомобиль. Я такой думаю, окей. Фуру, значит, не могу купить. Могу купить, значит, вэн. Такой большой вэн. Посовещавшись со своим другом, Пашей, с которым мы потом партнерили, говорим, давай возьмем вэнстон. Давай. Взяли вэн в кредит, 35 тысяч долларов взяли в кредит. И нашли людей, которые нуждаются в таких перевозчиках, как мы. Это называется expedited. Expedited, то есть ускоренные перевозки. У нас нет лукбуков, то есть мы можем ездить в неограниченное время. Нас двое. Мы решаем работать в последующей схеме. Неделю я, неделю он. Это было очень сложно. То есть бывало такое, что я двое суток не спал, но вез. И я начал наконец-то нормально зарабатывать. То есть там за один груз 3 тысячи долларов можно было заработать. Ну давай проще, смотри. Ты начал наконец-то нормально зарабатывать. За один месяц, вот ты работал, получается, 2 недели в месяц. Сколько ты начал получать в среднем? Ну с учетом амортизации. Чистых денег, да. Да, да. То, что надо было выплатить кредиты, то все-все, пятое-десятое. И разделить это еще на двоих. То есть 5 с половиной я начал зарабатывать. То есть уже на 1500 больше, чем зарабатывал. Это существенно на самом деле, потому что это уже можно было отложить в карман 1500. Понимаю, что хорошо, но можно больше. Обращаюсь к Паше, говорю, Паш, надо как-то покупать фуру. Я пока не понимаю, как. Он говорит, да, я тоже это понимаю. Я говорю, давай, знаешь как, давай искать. Вот просто давай биться во все двери, траковую компанию какую-нибудь найдем. Пойдем поработаем, а туда посадим водителя. На Бен. Он говорит, хорошо. Я на Ютубе натыкаюсь на блогера Энтони Тракер, который записал прикольную видюшку о старом дальнобойщике. И там собрал 3 миллиона просмотров. И он говорит, слушайте, я нанимаю на работу. Я думаю, ну вот оно, вот оно. Он еще из Украины, из Харькова, если я не ошибаюсь, могу ошибиться. Звоню ему. Он говорит, окей, скидывай права, скидывай права. Он не проверяет мой ни бэкграунд, ничего. Говорит, приезжай. Я позвонил ему, говорю, вы же базируетесь в Чикаго. Он говорит, да, но заберешь новый трак с салона. Я такой, хорошо. Он говорит, и поедешь там в такое-то место, и заберешь там трейлер, и привезешь в Чикаго. Я в шоке. Мне берут билет, я туда прилетаю. Приезжают тупо новые Вольво 2018 года. Новый. Там даже все вот в целлофане. И мне отдают ключи, говорят, на, едь. Фура. А на фуре ты как бы опыта вообще чуть-чуть. Два месяца. Два или три месяца. Да. Класс. Я такой думаю, окей. Поначалу меня немножко так колошматило, но я к нему привык. А доехал до... Расстояние-то сколько? Там большое было расстояние. Там 500 миль. Это очень много. Я доехал до этого трейлера, забрал трейлер. Сейчас я уже еду на очень длинной фигне. С опытом всего три месяца. И он все новое. То есть, если где-то какой-то скол, это стоит бешеных денег. Я все это довез по итогу. Все целое. Все сохранное. Познакомился с хозяевами компаниями. На тот момент она еще была не такая большая, которая она есть сейчас. И мне говорят, все отлично. Когда готов работать? Я говорю, так хоть завтра. Он говорит, хорошо, все. Давай, начинаем работать. И бухгалтерша ко мне подходит и говорит, давай я проверю твой бэкграунд. Она проверяет мой бэкграунд и говорит, слушай, а тут у тебя что-то написано, что ты как бы не очень был у них работник. Я говорю, ну смотри, я же довез. Она говорит, довез. Я говорю, ну так, может тогда поработаем? Она говорит, да, окей. То есть все надо... Короче, повезло тебе то, что это люди, которые тоже с Украины, правильно? Тоже с Украины вошли в ситуацию. Я им объяснил, что произошло, почему произошла такая ссора и все такое. А когда ты обращался, важный момент, в американские компании, где все слали тебя сразу нахуй. Да, все отказывали. Да, все верно. Работа очень сложная, но интересная. Я посмотрел все Штаты и начал прям реально нормально зарабатывать. То есть я в месяц, порядок цифр был 8 тысяч долларов. Сколько ты работал в месяц? Три недели и неделю отдыхал. А при этом вот этот ваш вэн, с ним какая судьба? Посадили там водителя, тоже с Украины. И там работал водитель, тоже приносило деньги. То есть это 8 тысяч чисто с перевозок на фури? Да, да. А с вэна сколько прилетало? Там что-то по тысяче каждому еще. А, то есть еще все равно приятный бонус, тысяча долларов. И того девяточка за месяц. Все верно, все верно. Но я понимаю, что это все прикольно, но я же хочу создать свою компанию и начинаю общаться с хозяевами компании. Говорю, вы можете помочь мне с оформлением кредита на фуру? Они говорят, мы можем тебе продать нашу старую. Я говорю, хорошо, я готов купить. Они говорят, не, 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 давай ты хотя бы полгода отработаешь. Все, если хорошо, тогда да, тогда договоримся. Я отработал полгода, обращаюсь к ним. Они сдержали свое слово, я покупаю у них фуру. 70 тысяч долларов я купил. И мне было на pay down, то есть на первый взнос. Первый взнос попросили 10 тысяч долларов. А, и наконец-то появились первые деньги, я что? Начал покупать себе автомобили. Конечно, это уже было не Volkswagen, это уже пошли BMW. Я начал менять автомобили, начал ездить на отдых, появились нормальные деньги. Я начал помогать маме, делал ремонты там в Украине. Мы переехали из Калифорнии в Чикаго для того, чтобы там построить компанию, потому что там проще налогообложение. И вот я покупаю эту фуру. Даю первый взнос 10 тысяч долларов. 74, нет, 78 тысяч долларов она стоила в общем. Это первая моя фура. Я уезжаю первый рейс, и она ломается. Ломается, причем серьезно ломается, попадает антифриз в головку блока. Это не важно, но это очень дорого ремонта. Сколько? Что-то в районе 15 тысяч долларов. Сразу нужно отдать. Ремонт по времени сколько занял? Месяц. Месяц, то бишь стоит фура месяц на ремонте, еще и минус 15. Нехило. Да, я обращаюсь к Володе, это хозяин той компании, говорю, Володь, ну, он говорит, слушай, я все понимаю, говорит, давай так, давай 50 на 50. То есть я половину и половину ты. У меня выхода нет, спасибо и на этом, как говорится. Хорошо, давай. И он говорит, если хочешь, я тебе дам свою фуру, будешь ездить на ней, ну, как и обычный наемный рабочий. Я говорю, окей, то есть я месяц еще отъездил. Мне отремонтировали фуру, я ее забираю. Покатавшись определенное время, я понимаю, что надо брать еще. Говорю, Паша, давай тоже, давай брать еще одну. Он говорит, давай брать еще одну. Обращаемся к Володе, берем еще одну. То есть теперь у нас, считайте, уже три машины. То есть две фуры и один вен. Деньги прям пошли. Прям пошли и появилась такая, знаешь, прям хорошая жизнь. Пошли, это сколько? Давай, вот опять же, как мы с тобой считаем. Порядок цен, то есть вот одна фура могла зарабатывать в месяц 15 тысяч долларов. Чистыми сразу, сколько у тебя осталось? Да, чистыми. Да, ну вот где-то 15 тысяч долларов. С одной фуры? Да. А у тебя их две? Да. Ну, у нас. То есть у меня и у моего партнера. Но, то есть ты два месяца можешь отработать, все будет хорошо, а на случай она у тебя сломается и заберет десятку. Съест десятку. И так оно было. Там ломалась то коробка, то все колеса надо переобуть, то то, то третье, то пятое, то десятое, то в общей сумме ты реально зарабатываешь вот так вот, ну, 10 тысяч долларов со мной. Мы понимаем, что мы очень тратим много денег на ремонты. Решаем переоборудовать наш вэн под СТО на колесах. Паша этим занимался, он обожает ремонтировать машины. У него свой трековый BMW, он ездит на трек. И он говорит, окей, я скуплюсь, просто давай докидывать. Я докидывал деньги, он покупал компрессоры, все, все тулсы, все, все инструменты. И мы обслуживали свои машины, грубо говоря, у себя. Прямо на парковке. Вот как-то так. И так продолжалось, получается, целых полтора года. То есть полтора года получается так, что ты говоришь, 10 тысяч с одной фуры, у вас их две. Я правильно считаю, что 20 тысяч? Да, все верно. 20 тысяч на одного или на двоих? На двоих, получается. То бишь, каждый получал из вас по 10 тысяч на протяжении примерно полтора года. Да, но оно варьировалось. Иногда это могло быть 8, а иногда могло быть 15. То есть я тебе называю среднюю цифру. Таким образом, проходит еще полтора года, и ты в Америке уже около пяти лет. Уже даже шестой. Шестой год идет? Да. Идет шестой год. Все хорошо. То есть я могу себе много чего позволить. Это уже действительно те деньги, на которые можно жить в Америке. Прямо реально можно. Ты уже вышел на другой уровень, теперь у тебя есть своя работа, где ты зависишь от себя и от заказчиков, а там с этим проблем не было, заказы шли, все идет, все развивается. Ты уже не моешь туалеты, полы, столы и так далее. Ты уже живешь. Все верно. Что произошло дальше? Дальше происходит депрессия. Депрессия от того, что я все равно не получаю то, что я хочу. Деньги, конечно, хорошо, но я живу там, где я не хочу. А что ты хочешь? Ты можешь объяснить? Тебе на тот момент 25 лет, да? Да. Смотри, я все-таки такой человек семейный и завишу, наверное, от семьи. То есть для меня важно быть рядом со своей семьей. И у меня есть разрешение на работу, но покинуть страну я не могу. И я в ожидании этой грин-карты нахожусь уже пятый год. И конца и края этому нет. И мне никто не может назвать ту цифру, когда я ее получу. Это может быть завтра, а может быть через 10 лет. А тебя потянуло домой, ты хочешь родителей увидеть, правильно? Все верно, родителей увидеть. Все-таки уже создавать свою семью, потому что мне уже 26 лет. То есть время идет к 30. К 30 хотелось бы уже создать свою семью. За то время, которое ты там прожил, ты общался с людьми. Как вообще, как ты себя там ощущал спустя даже 7 лет, когда ты уезжал, в целом отзыв такой. Как к тебе относились? То есть ты там нашел себе американских друзей, еще что-то. Все мои друзья были из постсоветских стран. То бишь, ты жил в Америке, но общался исключительно со славянами. Да. Было пару таких эпизодичных ребят с Америки, буквально 2-3 месяца. Там соседи. С одним мы очень хорошо дружили, ходили в походы такого плана. Тоже неплохой парень, но другой. Вот абсолютно другой. Это нельзя ему доверить свое сокровенное. Что-то у тебя случилось, ты не можешь ему об этом рассказать. Это вот другие люди, они хотят общаться только о хорошем. То есть, если что-то плохое произошло, как бы стараются об этом не говорить. Если у тебя есть проблема, они такие, I'm so sorry to hear about it. Иди его к психологу. Да, но ничего, ничего тебе. Привык к тому, что знаешь, у тебя кофе не пил до Америки. После Америки я не представляю своей жизни без кофе. То есть, там культ кофе. И он еще очень плохой. Вот такая вот, вот такая вот, такой парадокс. Вот жилье. Ты там жил, работал, получал десятку. У тебя на тот момент там нет своей семьи. Понятное дело, что часть денег там родителям отправляешь. Но сам факт того, что была мысль купить себе домик, квартирку где-то, пусть в ипотеку. Но ты же мог уже брать свободный кредит. И у тебя было бы свое жилье. Все верно. Нет, не было такой мысли, потому что я всегда знал, что я вернусь. И вот тут я возвращаюсь к своему партнеру Сергею, который находился на тот момент в Украине. И сейчас со мной в бизнес-отношениях. И мы очень близко дружим. Беру телефон, набираю. Говорю, Серег, есть деньги? Надо куда-то вкладывать. Он говорит, вопросов нет. Предложил мне варианты. Мы остановились на варианте гнать автомобили в Украину. Мы прогнали 6 автомобилей. И заключительный автомобиль был BMW Z4. Это родстер двухдверный 2012 года без повреждений. Все, кто услышал об этом, пацаны, вы идиоты. Что вы тянете в Украину? У людей денег нет, а вы тянете эксклюзивный автомобиль, который вы будете продавать 20 лет. Мы его продали за неделю. То есть на него был настолько ажиотаж, что даже мы не скинули ни цента на него. Мы его купили за определенную стоимость, которая половину была дешевле, чем мы ее продали. То есть это ты уже начал еще дополнительно колыбить, закидывать тачки. И эти деньги я не вытягивал. То есть они у меня уже работали здесь. Переломный момент какой наступил? То, что ты, говоришь, там депрессия началась, еще что-то? Переломный момент. Сейчас как бы будет такая грустная история, которую вообще нельзя повторять. Я в один день... А, у меня был спортивный автомобиль. У меня был BMW M235. 420 лошадиных сил на чипе. Это очень мощный автомобиль. И я напился, очень сильно напился и сел за руль. И сел за руль, и я весь, всю ночь кошмарил Чикаго. В надежде, что меня остановит коп и меня просто банально депортирует. А зачем? То есть ты это сделал сознательно? Да, это было как-то сознательно, какое-то уже отчаяние внутреннее. Знаешь? Вообще. Плевок в системе американской, что я вот вам плачу налоги. Я законопослушный гражданин, и вы мне не даете документы. Я знаю кучу наркоманов, которые на документы, которые сосут деньги из бюджета, а я пополняю и не получаю. То бишь это у тебя получилось так, что ты работал, работал, и вот у тебя тут одно и второе нашло, что ты захотел уже домой спокойно слетать с возможностью, да? А ты это не можешь сделать, потому что у тебя нет документов, и ты напился, ну или по-нашему нажрался, сел за тачку и решил то, что сейчас тебя поймают, и тебя депортируют, и типа вроде ты как им это отомстил. Это ужасно. На самом деле это ужасно. Я подвергал опасности окружающих. Ладно, моя жизнь. Но это ужасно. Это нельзя повторять в никаком случае. В итоге тебя еще никто не остановил, ты оказался фартовым. Всю ночь, всю ночь я дрифтил, сжег резину, громкий выхлоп. Никто. Просыпаешься утром, протрезвел. Просыпаешься на утро и понимаешь, что все. Это была точка, крайняя финалочка, как говорит Эрик Давыдович. Я понимаю, что все, надо что-то менять. Набираю Сереги, говорю, Серега, давай, я хочу возвращаться. Говорит, вопросов нет, я собираюсь ехать в Москву. Давай со мной. Говорю, без проблем, что будем делать? Пришли к какому-то, в общем, знаменателю, чем будем заниматься. И он говорит, хорошо, давай рассчитывать на июль, на 1 июля. Я говорю, да, окей. А у меня на тот момент уже фура есть еще, автомобиль уже другой, но тоже присутствует. Еще куча вещей, которые достаточно ценные. И тут он мне набирает через неделю и говорит, вылетай прямо сейчас, есть возможность попасть сейчас в Россию. Так как здесь карантин, достаточно проблематично украинцам попасть сейчас на территорию Российской Федерации, к сожалению. И вот у нас есть это окно. Я понимаю, что мне за неделю надо взять билет, мне надо продать один автомобиль, мне надо продать фуру и все это сделать за одну неделю. И я это все сделал за одну неделю. Ты продал тачку, продал фуру, сколько денег ты с этого всего дела выручил? Смотри, так как я за фуру еще был должен, я с фуры забрал чистыми 5 тысяч долларов, я ее продал за 32, по-моему, все это вернул Володе. То есть я с Володей рассчитался, он ничего не должен, я ему ничего не должен. Продал свой BMW, тоже там забрал какие-то деньги и все свои накопления собрал и перевел их вот сюда. Ну сколько это было, вот то, что у тебя, ты приехал с каким капиталом? Ну, это обязательно, да? Это просто, чтобы понять людям, сколько это, 10 тысяч, пойми, ты нас не удивишь, что ты вряд ли скажешь, что там было пару миллионов долларов, поэтому... Нет, к сожалению, нет. Сколько? К сожалению, нет. Ну это порядок 100, в районе 100, да. Отсюда вопрос возникает, смотри, вот так это все как-то в один момент можно сказать, да, но это у тебя накопилось. Накопилось. Вопрос многие зададут, нахрена, просто нахрена ты живешь в Америке, у тебя ты прошел через все эти грязные этапы в жизни, ты уже получил работу. Как мы знаем из YouTube, в любом случае вы бы могли бы дальше там отбить эту фуру, купить новую и так далее. У тебя была бы постоянная работа, ты бы уже потом в дальнейшем мог бы себе и домик приобрести, и девушку точно так же там найти с Украины свою вторую половинку, которая вот богом тебе дана, она к тебе сама туда приехала, или ты к ней, ну не важно, суть, вы поняли. Да, да. Где мы за деньги? Но я не только про деньги, я еще и про семью и хотелось работать на благо своей страны, я Россию ощущаю как свою родину. И хотелось работать и пополнять бюджет своей страны, а не чужой. И хотелось находиться среди своих людей, когда я могу спокойно навестить свою маму. У меня, пока я был в Америке, ушла бабушка, с которой я был очень близок, и я вот ее больше никогда уже не увижу. У моего очень близкого друга в Америке умер отец, который находился на территории Украины, он тоже не смог его увидеть. То есть, ты никогда не знаешь, когда ты последний раз встречаешься с человеком. И я вот понимаю, что если, не дай бог, что-то случится, я себе этого не прощу, что я вот не вижу сейчас со своими близкими. Слушай, а если я тебе вопрос поставлю иначе, а если бы у тебя были бы документы, которые тебе уже давали бы полноценное право на жизнь, если бы у тебя была бы возможность спокойно покупать билет, летать домой, к родителям, то бишь ты работаешь, у тебя есть неделька, ты прыгнул на самолет, приехал к родным, всех увидел, поцеловал, обнял, посидел, погулял, рассказал, что у тебя есть BMW, у тебя есть фура. I have money, I have chicks, I have money, 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 chicks. Короче, у тебя есть хорошая жизнь, хорошая зарплата, они тебе рассказывают, а у нас здесь все плохо, у нас здесь разруха, ты прыгнул на самолет, улетел в Чикаго, выпил чашечку кофе и продолжил дальше работу. Тогда бы ты заскучал бы по стране, тогда бы у тебя был бы тут на душе платить налоги своей страны, вот честно скажи, при таком-то раскладе. Хороший вопрос, я задавал сам себе. Как есть отвечать. Да, конечно, я только так. Что-то мне кажется нет. Нет, смотри, нет, смотри, я 100% был бы этому рад, банально, что у тебя есть страховочный трос. То есть ты точно знаешь, что ты можешь туда приехать, и там ты все свое заработаешь. Да. И я бы, конечно, от этого не отказывался. Конечно, было бы круто, конечно. Но сложилось так, как сложилось. То есть, скорее всего, я был бы этому супер-супер-супер-супер рад. Просто я хочу подвести все к тому, что, возможно, тобой сыграли тупые эмоции. Вот ты маленько не дождался, а поработай еще год-два. Получил бы ты свою заветную грин-карту, свои документы. Спокойно летал бы домой, обратно, и все. И тем более ты сейчас, да, даже когда ты мне первый раз написал, ты прям делал акцент на том, что ты осознанно вернулся в Россию. Ты ни о чем не жалеешь, но тебе сегодня 27, и вся жизнь впереди. Друзья, мне не 50, слава богу, пока что, 31, но тем не менее я общаюсь с разными людьми и вижу, что с опытом, возможно, через 5-10 лет о своем поступке ты, возможно, пожалеешь. И, возможно, потом ты уже будешь по-другому рассуждать. Не думал ты об этом, не задумывал, что все-таки на перспективу ты скажешь, а у меня бы сейчас 4 фуры было, а получал бы я сейчас 30 тысяч долларов, а вдруг там бы сложилось. Сегодня отношения есть? Девушку нашел? Да, да, нашел. Сложились очень быстро. Ну вот по общей картине. Так, первое. Это были не эмоции. Это 100% были не эмоции, потому что я раздумывал над этим очень-очень долго, годами. То есть это пришло не вот так вот, в секунду. Это годами. Просто была какая-то критическая точка, я о ней рассказал. По поводу, пожалею ли я об этом или нет, конечно, покажет время, но мне кажется, жалеть уже не стоит, потому что это уже сделано, и обратно уже как бы ничего ты не вернешь. Сейчас моя жизнь повернулась на 180 градусов. То есть я поставил перед собой вызов, и я больше чем уверен, что где бы ты ни был, ты сможешь заработать. Если у тебя есть желание, есть светлая голова, есть руки, ножки, все у тебя получится. Я более чем уверен. Богдан, извини, я просто хочу сразу по существу. Когда ты вернулся в Москву? В России в частности. Два месяца, как прошло. Два месяца. Вот спустя эти два месяца ты начал уже работать? Да. А в среднем доход за последние два месяца? У меня есть пассивный доход, который мне приносит постоянно дивиденды. Ну это пассивный, это из Америки что-то осталось? Нет, нет, это здесь. Ну вот такое, что ты зарабатываешь, сколько? Ну это сейчас порядка 200 тысяч. Да. И это легально все, ты, пожалуйста, крутишься? Легально, конечно. Ну хорошо. Это порядка 200 тысяч. Продолжай. Да, и это пока. То есть я только набираю оборот. И у меня есть соображения, у меня есть команда, мои близкие друзья, с которыми мы идем по жизни, слава богу. Так вот, по поводу разрухи. Ты задала мне вопрос, что здесь разруха. Я разрухи увидел больше в Соединенных Штатах. Я увидел всю Америку. Из изнанки ее увидел. Увидел, какая она есть на самом деле. Я вам честно скажу, по России дороги лучше, чем больше в городах Америки. Тот же Нью-Йорк, Чикаго. Нет дорог. Я сейчас живу не в Москве, я живу в Нижнем Ногороде. Кто-то сейчас скажет, да, конечно, Москва, это же не Россия. Окей, Нижний Новгород, это Россия? Россия. Отдалена она от Москвы? Отдалена. Провинция? Провинция. Отличный город, шикарный город. Да, там есть свои нюансы, конечно, но они есть везде. Ну, вот даже там дороги лучше, чем в Чикаго. Банально. Слушай, ну, дороги, тебе также можно сказать контраргумент. Дороги, это ладно? Согласен. Работа, зарплаты, содержание людей, помощь государству. У нас же многие как бы рассказывают о том, что вот в Америке любой может себе машину купить легко в кредит. Это выгодные кредиты. Любой может себе дом купить в кредит, квартиру купить в кредит. Это легко. Вот разве и сомнений может быть? Хорошо. Да, в принципе, да, это легко. Взять кредит много ума не надо. Но если ты потеряешь работу, а сейчас с ковидом мы все знаем, какая сложность потерять работу сейчас очень просто. И люди там теряют работу. Я даже знаю тех людей, которые сейчас просто банально отдали обратно автомобили, потому что не могут за них платить. Подводя итог, вот ты вернулся 2 месяца назад. Вот на сегодняшний день ты поездил по разным штатам. Давай вывод сделаем такой. Кому бы ты советовал бы вот из молодых, да, ты, можешь сказать, там, часть своей молодости хорошей такой отдал. Там 6 лет ты прожил все-таки с 20 по, ну, там, даже по 27 лет, да, это как бы нехило. Это прям такой бодрячок там остался. Вот кому бы ты посоветовал бы сейчас ехать в Америку? Ну, и стоит ли вообще туда ехать? Если ехать туристом, 100%. А вот прям вообще, прям... Ну, туристам это понятно. Туристам и я бы съездил с большим удовольствием. А вот жить... Да. Смотря какую цель ты преследуешь. Мне кажется, нужно жить там, где тебе комфортно. Если по какой-либо причине, в какой-либо из стран СНГ вам некомфортно, то, конечно, это надо менять. Где бы вам ни было и вам некомфортно, надо брать ответственность на себя за свою жизнь и менять ее. Потому что мы живем один раз. Именно по этой причине я и уехал. Мне там было некомфортно. Вот такой вот ответ. Друзья, если вдруг кто-то из вас прожил в Америке длительное время, проживает в Америке и сейчас, имеет на это документы и периодически, нет-нет, да, приезжает в Россию. И у вас есть желание рассказать всю правду, сказать, что Богдан, да, он просто молодой, он маленько не то рассказал, у него свое видение. А вот я тебе по-честному расскажу. Пожалуйста, я открыт почту, вы видите на экране. Если вдруг кто-то из вас проживал в других странах, вообще по всему земному шару, и вы также готовы рассказать в таком же формате, чем вы там занимались, зачем вы уехали, почему вернулись, возможно, вы не вернулись, а приехали попутешествовать на недельку, выделяйте 2-3 часа, мы с удовольствием с вами встретимся и снимем сюжет про вашу жизненную историю. Я искренне рад всем тем, кто досмотрел ролик до этого момента. Само общение с Богданом заняло у нас полтора часа. Он рассказывал плюсы и минусы, которые он увидел в Штатах, он рассказывал, как на него нападали с пистолетом, он рассказывал о том, какая там проблема с наркоманией, в общем, он рассказывал про разные, он также хвалил, рассказывал, как ему нравилось там жить, какие моменты его зацепили. Но все это получилось бы на полтора часа. Отсюда у меня к вам вопрос, какой хронометраж должен быть у таких сюжетов? Обязательно напишите в комментарии, 30 минут, 45 час, как быть. В общем, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие анонсы. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.